А вот вы берете данные про политика, и кто берет на себя ответственность за выбор именно тех данных, которые покажут, просто фильтрацию, за напряжение. Насколько вы здесь просто обеспечиваете интимность этих данных? Так можно в свой уровень просто? Не знаю, короче, там не критика какая-то, даже я не понимаю. Это все, может, в свой посылание скопируется? Может, а вот еще? Может, мы подошли в стрим? Да. Окей. Вы можете просто зайти и запомнить информацию сейчас по данным центрам. Вот смотрите, у нас такая информация, есть подробные подробные данные и источники. Источник должен быть официальным. Мы достоверны. О, извините. Ой, извините. Ах, извините. Я бы хотела задоварить, какую проблему вы хотели решить. Вы хотели, чтобы люди знали больше о политике или чтобы и неосознанно сделали свой выбор в пользу того или иного политики исходя из ценностей? В определенные моменты, в том числе и сейчас, происходят некие точки принятия решений, и для каждого гражданина очень важно правильно принять решение. Сейчас, для того, чтобы правильно принять решение, нужно перелопатить очень много информации, просчитать, потратить кучу времени, смотреть телевидение, смотреть официальные каналы, смотреть неофициальные каналы. Мы хотим сделать, не все люди на это готовы, мы хотим дать людям возможность сделать это за меньшее количество времени. Ну, я могу ошибаться, но хотела бы вам рассказать, на самом деле, в Википедии сегодня дает исчерпывающую информацию о имени Германова. Более того, мы все прекрасно знаем, что в тот или иной момент она переходила из одной партии в другую. Но на сегодняшний момент важна, мне кажется, не ее история и не столько ее история, сколько ее убеждения конкретно сегодня, исходя из той ситуации, которая есть. Мне кажется, именно эту проблему вы не решили, потому что это показывает исторический ракурс, и не показывает, за что она сегодня так или иначе ракурс. Я прошу прощения, господи, я просто продолжу. К сожалению, возник небольшая техническая неполадка. Вот видите, тут у нас строчка-строчка не видно. У нас есть несколько типов событий. Есть биографические события и все события. У нас есть события всем, которые предполагается записывать... Событие, например, написало в твиттере какое-то сообщение. Это сообщение отражает текущую позицию по нашему миру. То есть это не биографическое событие, как публикация информации в твиттере, или выступ на информатическом твиттере, как детстве Инна Герлова. Спасибо. Спасибо. Следующая команда у нас out of space. Продолжение следует... Продолжение следует... Я могу на экшн-лайфе экшн-вильни зараз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет. Вот наша команда... Это Никаил. Мы... Хотели... Хотели... По-моему... Настроив на опасности... Нам... Каждый день... На самом деле... Проблема заключается в том, что... Есть один исследовательский центр... Я буду работать... Человек... Питерископа... И... Продолжение следует... Продолжение следует... Поисков... Неизвестных... Небесных тел... И... Они... Конечно... Очень сильно преуспели в этом деле... За все время... Они ушли около 60 тысяч... Новых... Объектов... А то... Президительно... Составляет... Резвитие... Всех... Такого... Проект... Которое... Я думаю... Что... Молодцы... Мы собираемся им... Помочь... В этом... Нелегком деле... Проект заключается... В том... Что... Мы... Мы создали... Систему... Которая... Будет... Помогать... Социальным... Манипэринге... Вот... Эти... Неизвестные... Объекты... Система дает... Возможность... То есть... А... Обычные люди... Не только остановлены... А просто любители... Часто смотрят в небо... И... Находят какие-то объекты... Намного раньше, чем... До этого доходят ученые... Например... Недавняя комета... Которая... Которую можно так... И хорошо рассмотреть... Потому что она... Взорвалась... Которая... И... Солнце... Ее нашли... Студенты... И... Обнаружили ее первыми... После этого... Занялись... Минучка... Да... Вот... Собственно... Собственно... Этой системы... Мы используем... Открытая... Google RCP... И... Она... В себя... Отмечает... Несколько... Баз данных... Баз данных... Например... NASA... Баз данных... Симват... Открытая... И... У нас есть... Своя... Собственно... База... В которую... Будут добавляться... Все новые объекты... Которые... Люди... Нашли... И... Которые... Поделиться информацией... Вот... Приблизительно... Так... Будет... Проект... Это... Дизайн... Мы покажем... Прототип... Чуть-чуть позже... Он пока... Немножко обещается... Но... Это... Главная страница... В которой... Показываются... Все... Новости... Найденные объекты... И... У каждого из объектов есть... Рейтинг... Не очень хорошо видно... Наверное... Но... В общем... Рейтинг выставляют пользователи этой системы сами... Поэтому... Сообщество... Всегда следит за тем... Чтобы эти объекты были настоящими... И не просто так... Кто хотел придумал... Сфотографировал... Чтобы... Вот так выглядит... Страничка... С... Могаларским админиром... Из... Да... В меню... Можно с помощью... Поиска найти... Существующие объекты... Рассмотреть их... Если объект не найден... То его можно... Добавить... На эту карту... И он соединится... В нашей базе данных... В результате... Есть возможность... Риспортировать данные... В... Научно-исследовательские центры... Для того... Чтобы они их изучали... Так... Также... Будут участвовать... В логовой цели... Ну... Потенциально важные... Декторы... Которые угрожают... Нашей земле... И... Конечно... Там будет... Куча фотографий... Которые можно... Смотреть... И очень красиво... Спасибо... Мы сейчас быстренько покажем... Прототип... У нас две странички... И... Эм... Вот эта... Страница с... Эм... Эм... Залина... Здесь... И... Вот теперь... Давайте... И... Повтораю... Вишу с новостями... Что это? Что же? Звезда смерти! Она... Она нас хочет уничтожить! И... Взорвать всех! Что же делать? Зуставать... Хе-хе-хе-хе... Пусть... Опасная... Опасная... А... Опасная... И... Предназначена... Опасная... Восторг... И... Итак... Вы в самом начале сказали... Что есть некий исследовательский центр... Он уже работает... А он Вас попросил, чтобы Вы ему помогли? И Вы решили сам ему помочь? Нет... На самом деле... Ваши системы, например, лучше, чем некая группа в Facebook или в другой социальной сети? В нашей системе есть возможность, ну, то есть, когда добавляется новый объект, то все участники этой социальной сети, по сути, имеют возможность его опровергнуть, ну, то есть, может быть, это просто самолет прожидал, кто-то видел это и подумал, что это какой-то, какая-то кончинат. И, то есть, наша система, все данные комьюнити-фри. Получается, что у них данные не проскочатся, потому что все основные зрители будут в жизни. То есть, я правильно понимаю, что у Вас это специализированная социальная сеть для любителей наблюдения за небо? Можно и так сказать. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Следующий проект – это право. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сколько денег мы заработали уже в этом месяце и сколько мы за сегодня это денег заработали. Кроме того, показывается еще и статическая информация. Она на первом экране более динамичная, я ее специально за контейнер выделил. Здесь более такая серьезная инфа. Например, показывается информация о том, сколько денег вы проработали в компании, сколько часов вы потратили на обучение. Сколько вам уже начислено больничных и отпускных дней в этом месяце. Для многих я слышал эту проблему, но то есть посчитать, сколько вам их начислили. Стрим прохода и твитраза, с девайса, акизвайса, айклпак. Сколько вам деньги отчислили, сколько вы зарабатываете в год и сколько вы зарабатываете в час. На этом, естественно, вопросы работника не истекают. Ну, то есть это буквально то, что я успел сделать за эти два дня. Как вариант, я вижу дальнейшее развитие этого приложения в отображении средней заработной платы конкретного работника. Ну, то есть если человек показывает, что он, скажем, жава-программист, мы можем оценить среднюю заработную плату на рынке и показать ему, что он недополучает какую-то сумму денег. Или сказать ему, что чувак-то молодец, зарабатывает больше среднего парынки. Это может мотивировать человека искать более выгодную работу. И, ну, там, на самом деле, много чего можно еще добавить. Ну, я думаю, что это все. Спасибо. Хэк-фор-буд – это уникальный имя готов, потому что мы ищем социальный проект. Мне сложно найти социальный элемент в вашем приложении. На самом деле, социальный элемент включается в то, что человек активируется на получение какой-то более хорошей работы, если его не устраивает ситуация в работе, это может вылиться с каких-то депрессией, в смысле интересах. Ну да, это еще будет фонарик, який будет нездоровый. В связи с этим, это приложение на цели… Неприятно? Ну, его видно обличье. Ну, тогда он тоже читается, как социальный элемент, потому что это тоже дает ответ, но он не сильно упасает, потому что я на відео не бачу. На самом деле, мне очень понравился там прототип, мне нравится, в принципе, шатность, информация, естественная информация, это все. Потому что, мне кажется, вы в какой-то проблеме применили свои навыки. Есть очень много данных, которые всем нам, как общество, нужны сегодня для того, чтобы вы придумали более информированные решения. Вот, например, пенсионеры точно должны понимать, как-то перечитывают принципы и так далее. Да, у них есть ряд показателей, которые их не мотивируют, а просто информируют. Мне кажется, цифры не сильно мотивируют, а вам нужно просто понять, к чему можно применить этот прототип, таким образом, чтобы люди принимали более качественные решения ежедневно, уже сегодня. Для кого-то это курс дома, для кого-то это, вы не знаете, GTP, для кого-то это еще какие-то показатели, просто у вас удачный фрейм будет представлять какие-то данные, представляющие ценности для многих людей. Ваши общественные людей, действия, в плане, что у них возникает? И как-то одно из вариантов для основного, на тем, что у таких проектов, где в принципе может быть очень много, они могут быть предпочтены. И дать возможность пользователю самому настроить этот депорт, показывать, что он находится в декорации, в какой-то валюте, в какой он находится. Андрей, я вас разочаровываю. Никто в этой стране не знает размер депортивных вычислений. Скажите, например, при этом учитывайте. Это парадокс этой страны. Поэтому это все очень сложно. У меня, наверное, дополнительных вопросов нету. Действительно, присоединюсь. Было бы очень хорошо уметь перечить открытые данные, которые мы не знаем вообще, что они существуют. И за тем, что это данные, которые присутствуют в других источниках, и подключать какие-то индикаторы. Спасибо. Спасибо. Оу. Ты детушка будешь? Я буду тебе стримать? Я могу субмитировать тебе, помочь. Давай, выйдешь. Я скажу, что раньше мы стримали только из рук, а после того, как мы стоим каликами, нам нужны руки для более радикальных действий. Я не думаю, ты хочешь показать стримы, какие я знаю? Нет, он просто будет помечник. Ты на кей канал стримаешь? Может я на Live Action буду стримать? А? А спільно ТВ Live? Третий. Иде? Можно стримать? Я на Хакатон стримлю. Да-да-да-да. Это не конкуренты. Из Fallout шлем очень классный. О, я вспомнил. Это был Fallout. Требочервоный маркер. На, держи, тетушка. Требочервоный маркер. Требочервоный маркер. Ну я просто не могу стримать пальцы. О, понятно. Стримай. 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 И ломик, ломик. И главное вот так вот взять. Набагато краще картинка выходит. Требочервоный маркер. Требочервоный маркер. Требочервоный маркер. Макия. Требочервоный маркер. Просто рукой поднимите и вам проют. Как можно еще два нюанса? Принят. Я просто не могу стримать. Палость отстрилений. у вас есть инициатива . 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрий 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 Там никто не стримит на них взагал. Богдан просто на меня звал, что я мав определяющийся сайту. А пошли, что тут стриптиз будет в конце? У меня 7 вьюверов, у меня есть 12. С помощью вводяных 10-15 точек есть также в кабинетах, которые мы выводим, что вы прошли 35 точек, на это вы потратили 15 часов. За каждые 10 точек мы вам дали, мы вам даем медаль, у вас 3 медали, вы получили 31 балл и есть ваши сайта. Вам дадушить сайта? Это только куда. На самом деле, я хочу напомнить этот оплатизм очень многими писателями, кинорежиссерами, героями фильмов, проектами. И для того, чтобы город, который мы знаем, наполнить людьми и происшествиями, событиями, которые тут проходили. Какой сценарий? Вы уже придумали? Мой. Я выходу и говорю, что раньше на революции журналисты стримовали с рук, потом они становятся каликами. Это было про дорого и потребует специальных шалонов для крепления, потребует закупки в литей. А будь-то из вас может сейчас дистать свой смартфон, включиться в онлайн и пойти стримать. Вы просто защитник. Я буду после сайта. Вы просто защитник. Барикад. Вы не журналисты. Но вы можете стримать. Ты можешь строить барикаду. Видишь? И люди будут видеть твоими очами то, что ты делаешь. Можешь прийти, типа, а давай тетушке в морду. Реально постановочку. Ваня вийдет и скажет, что это тетушка, например. Ему бах-бах навалял. Попинав ногами. А он скажет, а он мне был вбитый. Я скажу, нифига, у меня зафиксовано, что я только ногами его бил. Вот. И это можно будет использовать на суде. Да. Можно пойти с друзьями и попить пиво на Грушевском. И стану пиво. Так, запальничку. Так, типа, пиво, пиво. Типа, выкинути в смятя, в бутылки потом. В мусор. Потом в мусор выкинути в бутылки. Вот. Ну так. Ой-ой-ой. Или больше его поджигать? Ни. Ну не догадаюсь, потому что там вот такой акумуляр сделан. Не, просто зажигалку Весьпут. Ну, они будут видеть трансляцию на этом, на экране. То, что происходит. Не, можно поджигать здесь поджигалку? как это автор полула в себе удается у нас там мы у нас довольно стремительно но я прошу чтобы еще не менее э Самое главное – это канал, который мы доносим информацию. А можно за моим компом сбегать? Главное – это тот канал вместе с коммуникацией, который мы доносим человеку эту информацию. Я – гражданка Ольга, хожу по Киеву по своим собственным маршрутам и вы мне не навязчиво подсказываете и образовываете меня? Или я – туристка Ольга, которая приехала, скажем, в Вашингтон и хожу по тропам, связанным с линкерами? На самом деле мы будем масштабироваться. У нас можно ходить только по Булгакову. Это первое. Или по другим авторам. Второе – это время. Ты выходишь и видишь, что без тебя есть много точек. Это Булгаков. Это будет когда-то Стив Джордж. И так дальше, и так дальше. И ты можешь ходить по этой точке и собирать информацию про него. Ты же либо ходишь по автору, по кинорежиссеру, либо ты ходишь и изучаешь местность, которая возникнет. Ну да, это дискартирует. Я тоже, кажется. Масштабирование, мы выбираем ввести в этот аппликейшн около десяти языков, что расширит охват. И, во-вторых, больше авторов. Вы еще спросили про наполнение. По Киеву есть люди, которые могут это наполнить. Но, конечно, очень важная социальная составляющая. Верификация наполнения происходит внутри аппликейшн. Если точка, которую создали мы, она не отвечает месту расположения, значит мы будем это моделировать. Также люди, которые проходят, они могут сказать, вы знаете, мы с нас продали хороший аппликейшн, но у нас есть еще восемнадцать точек по буддару, которые вы не знали. Они в аппликейшне отмечают эти точки, мы их моделируем, мы там проходим и мы вносим в карту. Все? Спасибо. 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 Дальше я хотел бы несколько вопросов, которые у вас возникли, я буду на них отвечать и походу еще чуть-чуть рассказывать. Да. Конечно. Насколько я понимаю, проект не новый, что вы сделали на хакатоне? Да, проект действительно не новый. До этого хакатона был сайт, на котором было 4-5 каналов. И фактически это было все. То есть была страничка описания и было 5 каналов. Мы полностью поменяли дизайн. Мы сейчас, хотя здесь сейчас и стрим еще и делаем, мы сейчас поменяли дизайн. Мы поменяли поменяли платформу на YouTube. Мы начали писать приложение под телефон. Почему выбран Ustream, как канал, хотя YouTube лучше? Он выбран, потому что есть приложение под стриминг для телефонов и это можно нормально делать. С YouTube стримить сейчас нельзя. Хорошо. Поэтому мы разработали полностью новый движок. То есть раньше не было ничего, просто WordPress, грубо говоря, или другая система, на которой просто были вставлены видео. То есть мы сейчас полностью начали делать нормальную платформу. И это уже не фейковый сайт, это действительно уже есть ядро. Здесь интересно, можно будет поговорить с разработчиком, что там внутри. Ну и плюс приложение под Android. Поскольку сейчас больше людей стримит именно с Android, а не с iPhone. Ну, наверное, всего того, что Android нормально решает. У кого еще вопрос? Спасибо. 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 В Brent Hermana. Спильно, которое принял участие. То, что еще замечательно сделали ребята, это по сути создалась сейчас благодаря им коммуникационная площадка для стримеров. Важно, неимоверно, потому что ребята практически работали как бы одиночку и сами по себе, а сейчас создаётся благодаря этому возможность для коммуникации целого движения и для медиа-эктивизма, переведённого в совершенно другую коммуникационную плоскость. То есть для нас, помимо технических блоков, связанных с антронным, это принципиально важно технологически, важна ещё и вот эта коммуникационная составляющая. Спасибо. Сори, я не бачу просто. Я уже ухожу. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мои господа. Мы, конечно, никакая не пропала. Учитывая название. Утром звонил. Здравствуйте. И, конечно же, во время этой презентации по депрессу мы тоже так же мы делали это на протяжении последних дней. У нас тут просто не хватает времени. Значит, три истории. Мы твои атишники, мы любим программировать. Вот. И есть ещё у нас Саша, который работает на коммуникации с нами на EW. Проект наш в сфере экологии. Саша, где-то около недели назад, может ли прикалываться? Может ли прикалываться? Ну, типа маня будет титушкой? Ну, я буду журналистом, вы будете либо там такие. Ну, вы будете приходить там типа массовка, помогать что-то сработать. Вы там побачите уже. Я сейчас сам не знаю, как это будет. Вот. А то, что я не могу пеймать. Вот. Я так сам уже бачиваю. Я думаю, я не буду рассказывать о проблемах. Вы все ходите по улицам, ходите на природу. Проблемы не знают. Давайте лучше сконцентрируемся на их решении. Организация EWF, она, конечно, мощнее, поскольку она организация. Каждого из нас индивидуально взятого. Но она одна. Более того, она обязана играть по правилам своего же собственного рекламента. Она обязана играть по правилам законодательства тех стран, в которых она оперивает. И она даже иногда опять обязана прогладить тот факт, что некоторые государства, конечно же, не наши, некоторые элементы законодательства могут не работать. Так что, на самом деле, они сказаны по руками и ногам. Есть еще третья проблема. Они видят проблемы с высоты птичьего полета. То есть, они смотрят на всю сверху. Тот-дам, да? То есть, им очень хорошо видно, что где-то разлили в океане нефть. И им очень хорошо видно, что пропадают выса в амазонке. Но увидят ли они со своей высоты птичьего полета, тот факт, что птичьего полета под весным кубровом отсыпок мусора, или птичьего полета без светлая жидкость в лесах, а тем не менее, токсическая, и сливается печку. Эти проблемы, но не нам. Мы можем идти, 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 а по весу может быть сделавшим, может быть птичьим поем. Классно, солнышко. Все здорово. И вот она, грудная мусор, которая не должна там быть. Что сделает настоящий мужчина в какой ситуации? Настоящий мужчина предстанет телефон. Что-то там у нас было. О, у нас была тема. Мы стартанули абсолютно с нуля. Мы не успели сделать все то, что мы хотели, но мы сделали небольшое приложение. Во-первых, это инфографика. То есть сразу же можно посмотреть на интересующие эти регионы, и смотреть, что где как. Можно пофильтровать, можно поискать. Можно зазумить, вызумиться. И можно присоединиться. Можно присоединиться к решению этой проблемы. Прочитать о ней подробно. Сказать, что это приоритетно. Оставить свой мэр. В перспективе намного больше. Мы хотим сделать полную социальную интеграцию, протянуть это все на платформу и так далее. Можно зарепортить проблемы. Можно найти, так сказать, людей, которым это тоже не безразлично. Ну и, конечно же, в одном ресурсе. То есть это способ, чтобы быстро оперативно сообщить об этой проблеме дату и так далее. Мы хотим сделать намного больше. То есть мы хотим добавить инзии и подать работу с GNI, с человеком, которая занимающейся инструкцией. Мы хотим развернуть полностью. У нас куча идей, куча хотелок, но ограниченное количество времени. Поэтому остановились мы на этом. Вот. Это то, что работает. То, что не работает, мы закомментировали и отключили. Вот. Ну, все. Все. Спасибо. 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 Вы в самом начале сказали, что решаете экономические проблемы. А я, как понимаю, ваша проблема не решение проблем, а информирование на проблемы. Информация, так? И, ну, не могу ли я рассказать, что из этой информации следует? А мой вопрос в продолжение. Я была удивлена, что всю эту информацию, которая, безусловно, нужна, мы собирались передавать этой организации конфликта. Мне кажется, она непосредственно не имеет отношения к решению этой проблемы. Спасибо за наши вопросы. Они очень важны. Нанесение проблем на карты – это всего лишь первое шею. Мы, как организация, у нас есть партнеры в разных регионах Украины, есть активисты, волонтеры. И, в первую очередь, наша цель – посмотреть, какие проблемы для людей должны. Второе – следовать людей, которые живут в одном регионе, интересуются одной проблемой с той организацией, которая лучше занимается решением. Это будет работа модератора, которая здесь не показана пока, что это будет свой вход карты. Также карта, в принципе, была разработана с тем, что ее нужно вынести на глобальные уровни. Таким образом, что одна организация, возможно, это должно быть в глобальном масштабе. Да, я совсем забыл сказать. Это не есть решаловка проблем, это есть инструмент для того, чтобы процесс решения проблем был быстрее, эффективнее, качественнее и так далее. А насчет развернуться в других регионах, да, пару конфигов. Любая точка на планете, любое количество пользователей. Технологически тоже очень гибкое, расширяемое и, скажем так, лонд-толерантное решение. Последний комментарий. Обычно я за мировое расходство, за интеграцию Украины и бизнес из Украины в мировое сообщество. А в данном случае я вас попрошу, сфокусируйтесь на Украине. У нас достаточно проблем на колонии, чтобы вам замахливаться, решать проблемы на других странах. И найдите всех тех, кто вам могут реально помочь решить проблемы. И те, кто обязан это делать, исходя из своих должностных обязанностей. Еще один небольшой плюшок, как называют мои коллеги, это будет информационная панель с первого на этот сайт, где каждый желающий может посмотреть, какой существует алгоритм решения тех временных проблем. Украина в час. Украина в час. Украина в час. Украина в час. Какие проблемы более решительные, если они более решительные. И, допустим, какое, если эта проблема могла бы быть решена с помощью нашего государства, которое нечего это делает, то иногда это очень эффективно спамить. И все вместе мы можем это сделать. Спасибо. 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 Кто нужен сейчас после них? Да, это мне поднесет мой напарник в Каличине. Ты будешь тетушка. Я буду просто сказать, что можно побить тетушку и сказать, что я его не застрелил, я просто его побив ногами. А то есть у нас должно быть бой, да? У нас будет четверо. Мы сделаем театральную постановку. Тимур был бы в захвате. Кто будет? Ты будешь, как мой напарник, против нас идут менты и мы можем сразу показать, что нас там тетушка там побить. А я здесь могу подать коктейль молотого. Нет, коктейль мы не станем, это не коктейль молотого. Мы с друзьями завжди можем пить. Ну там же он полный, ну блин. Это пиво, оно закрыто. А, все, я понял. Я думаю, оно открыто. Так что, какая моя роль? Мы, типа, активисты в футбоках, два, три, пять, десять стримеров идем и рассказываем, как она иногда не сделается. Слушай, надо, чтобы ты подал... О, будешь тетушкой тоже? Або будешь ментом? Нет, он будет... Я буду понимать по-украински, я не тетушка. Центр Волинской области Волынь. Ага. Не, серьезно. Ну ладно, еще возьму наших пока лечения. А? Ну я думал, с тобой. Я свечу только своих старших. Хорошо, что там? Троймай. Сейчас еще познакомлю народ. Сейчас они про лекарню рассказывают, а потом я начну тролить всех. Треба тролить прикольно. А если что-то забуду, что можно тролить, то тролль ты. Ну в эфире, не забывай. Вже одиннадцать глядачей. У Богданы десять. Да. Ну я уже ее не сдогнал. Вот. И видишь в ней руки типа оцей. Занятки. Бачишь? Треболомик. 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 Мені кажуть, глядачі в чат. До речи, глядачі, вы можете писати в чат. Я его буду читать. И сразу могу вам делать коментарии. Читии, читии. И вот приходит, например, титушка. Ну там, до речи, будет трансляция идти. И то, что мы ходим, оно сразу и показывается. Будешь брати участь в постановці? Это сразу трансляция идти. Здравствуйте. Давайте представим ситуацию. Человек попадает в ситуацию. Это очень печально, конечно. И что тут происходит с ним дальше? У него появляется… Так я зараз буду представлять. Очень важный документ. Важный документ на десяти страницах. Он говорит, «Пределись в неравках». Но это будет шуми, потому что в большинстве своем, то, что я с ним звонится, тут очень непосредственные карточки, в которых сохраняется действительно конникальной информацией о здоровье человека. И вот в связи с этим… Извините, пожалуйста. У нас просто все было чуть-чуть иначе настроено. Подлилось, но мы уже видим… Так вот. В связи с седьмой страницами уникального пекста «Здоровье» есть очень много проблем. Во-первых, я думаю, все в курсе того, что одной из проблем нашей медицины является непонятный пользователь. Поэтому, чтобы прочитать, как минимум, все я… Какие лекарства были выписаны, нужно отправить очень много сил, и еще не факт, что вы прочитаете его. Соответственно, есть такое простое решение, я думаю, что я не услышала, это электронные карточки болезни. Да, так вот. Это уникальное решение, оно уже запущено давно, и нет никакого новшества в том, чтобы создать электронную карточку. Но есть один маленький нюанс. К этой карточке пациенты не имеют доступа. То есть, если вы уже даже попадаете в такую прогрессивную больницу, где, в принципе, и есть электронные карточки, то вы не сможете сами туда доступиться и почитать, что же они вам выписали, и как они вас будут лечить, а все, что у вас за болезнь. И вот мы провели... Трансляция в онлайне. Трансляция в онлайне. Трансляция в онлайне. Трансляция в онлайне. Да. Я зараз буду презентовать. Там тоже можно сделать то же самое, но чтобы выбрать именно... На Кикстартер хочу подать. На Кикстартер хочу подать, чтобы народ... Сегодня у нас есть... Трансляция в онлайне. Чтобы было под руками для ассоциального компьютера, который не имеет доступа в интернете. Тут же электрарик типа есть. И соответственно, это вот что-то там себе все варится. И если не дай Бог, что это случится, то... Вот, под ноги, бачишь? Вот. Модификацию надо будет поставить какие-то слогенькие, потому что он реально важкий сейчас. Приступ к информации той, которая есть о их здоровье. И, соответственно, это будет... Ну, конечно же, решение проблемы насчет электронных партечек. И вот, в связи с этим, мы предлагаем такое решение, которое называется хоспиталин, то есть это простой веб-профл, на котором будет возможность работы... Я знаю, нам нужно... Вот, с таким способом, вот, активист Байдана... Да, 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 да. Выносили ему, видай экран. Посмотри. Не знаю, то, что видай. Дальше это врачи и медработи. И вот сейчас мы будем продемонстрировать работу каждого из них, потому что, как вы понимаете, вот в этой цепочке роль каждого уникальна, и поэтому сейчас мы начнем с медсестры. Да, мы начнем с медсестры. Представим обычное типовое... Да, очень много времени, или секунды осталось, кредитную ложность для ведения. А представим себя медсестры, социальная. Приехал больной. Что она делает? Она, конечно, первым делом заходит на свое любимое веб-приложение. И она может... заинестрирует на больную, и это не будет воспитализироваться. Ага, окей. Ну, задевай я там, типа, это и буду. Кишенью заховаю. Палевна. Палевна. Сзади палевна. Нет. Палевна. Да, у меня будет и тушка. И я патролю сейчас Богданова. Но она еще не знает. А? Богданова еще не знает, что я буду сейчас витровый. А ты что? Ну что? Данее представники спикнет-тв. До цього моменту ходили в один маленький друг. У них две руки заняты. В цьего моменту... Десять, было двадцать. И также еще один нюанс. Если эта массивная шесть от природы, то мы можем вставить. Ну, зараз чекаюсь. А чем больше народа взятий, то прибыли. А кто тем может присоединиться? Ну, типа, мы, активисты Майдана, швы там встали, захищаемся от ментов, автоматом мы можем, типа, стать. А кто меня стримует? Ну, умовно кажучи, а Ваня будет, как тетушка. А потом, типа, можем захиститься от тетушек, типа, навалять, или сказать, что тетушка, скажем, мы в него стреляли. Скажем, нифига, мы просто тебе наваляли кулаками, а у нас есть запуск. Вот. А, си. А, си. А, си. А, си. Вы, типа, судьям скажете, вы, как судьи, можете одразу лайкать те моменты, когда там вдальливая, типа, давай, прикол там, типа, чешите. А ты тогда скажи. Ну, я ж так и буду рассказать, типа, вы в реальному часу. Я не гарнитую, реально. Чешите аж микрофон хоть. Не, я можу микрофон ставить щепой. Не, там, ну, чути, что мы говорим в трансляцию, они, наверное, будут дивиться на кампи. Я скажу, вы в реальному часу сможете сказать, наваляй. И причем я… А задержка минута, нет? Я руками зроблю завчасно. И главное бы на руках показывать уже, типа, наваляй. Ну, на своем, на экране. Там же экран будет, на них стоять. Типа, наваляй, там, типа, давай. Правый, левый априкот, там, типа, отрывай. Ну, Датон. Вин, типа, игрушки до повної реальности робил. Это, типа, можно, типа, одразу керувать живыми людьми, не треба ніякая игрушка до повної реальности. Безусловно. Ты берешь живого журналиста и, типа, офигачишь. Первый вопрос. Тут, ну, и вот, различные существующие в данный момент в Украине системы. Они очень развитые, внутренние и так далее, да? То есть, все-таки, чем ваша система лучше уже существующих на рынке? Это первый вопрос. Второй вопрос. Доступ к информации. Сейчас будем начать нашу жестяковую презентацию. Мы говорим про очень сенситивные данные. И то, что они не публикуются в интернете, связано сначала не с технической проблемой, а с тем, что это не было правильно или часто запрещено различными регуляциями. Вот, как вы вот это прокомментируете? Смотрите, то есть, относительно первого пункта там, они вообще-то существуют все. Даже если мы возьмем вот эту единую систему проблему потеяния, когда проважено Министерством охраны здоровья Украины, проблему заключается в том, что сами врачи на нее жалуются. И они рассказывают о том, что ее реально очень трудно заполнять. Ну, написано в каком-то номерном тексте. И там просто проблемы начинаются с того, что какую-то галочку не поставили. Это проблема и для медперсонала, и продолжим. Значит, пациент, они просто не имеют, ну, как-то не узнают, вот, есть у них карточка или нет. И когда-то никто не уведомляет. Да, они подписывают такую бумажечку о том, что они звонили на папу с изданий зданий. Ну, там что-то придумаем, там текше шоу просто начинаем играть на бумаге. Сегодня звезда. Я завжду звезда. Да звучит звезда смерти. Но я уверена в том, что среди медперсонала, среди врачей есть люди, которые заинтересованы именно в том, чтобы лечить и чтобы пациент имел тоже доступ к своей истории болезни. Потому что это синергия их усилий. Фактически, если вот у них есть доступ через веб во всех других приложениях, то нет. У всех они работают на компьютере. Есть там какой-то сервер, который вообще там не выходит. И да, я понимаю. У нас разница с вторыми вопросами. Парсиональный тайм. Именно для этого есть такая возможность шифрования имени пользователей. И оно не обязательное. Я сможу зараз в проекте отключить? Смотрите. Можешь кто-нибудь поставить? Точно на 100 в общем случае. Не-не, вот точно на 100 в общем случае. Да. Я включаю экспорт. Именно юридическое переводчество занимается. Да. Занимается. Что на 100? Нет. Так как мы раньше занимаемся. Мы уже предлагаем вообще оказаться к реальному персоналу. Мы их не хранили. Кринципы. Он получает какой-то юридический код, и там связано. То есть, заоборот, определенные данные. С того, кто занимался к нам в седарстве. А вся мунициплиническая сервис будет в его месте. То есть, мы не будем об отчет, а затем чувствовать, я думаю, о том, чтобы оценка была качественной и дешевле получили юридическую помощь. В общем, медсёстрам лучше и готовыми, и без социологичной новой оборудовки сделать углом своей работы, и поэтому я тут как-то сумели. А врачам просто выполняют эти медицинские карточки, которые, по сути, являются сегодняшним контролем на консовом законе. Мы объясняем, что карточка является контролем. Если будет засиновать, просто порухайте её. Она будет принято на аналогичках. И поэтому у вас, когда чинка, в этом вы выполняете. В основном, это будет не только участие. Это не только участие, а и лёгкая рука. Помогают эти данные, как анализируют, технологируют и получать их качество основных. Спасибо. Смотрите, это сумма, которую я показывал. Сумма, которая передаёт для аппетита. Она является уникальной. В ней и в этой логике. То есть, если вы мне передал, то она не содержит профессиональную информацию. Несодержит костерков, нереальная уникальная фамилия. То есть, не так и в зеркале. А только именно, от которой он лучше не сдаёт в другом. Нет. Человек передаёт своему знакомству. Вот мой, вот моё. Вон, как-то там, подвиг-то там уникальному. Аккуратно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да мне выходить. Сейчас. Ну, я буду выходить, там буду згадывать тетушку, ты выйдешь. Ай, кавпак. Пошли. 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 Добрый вечер. Я презентую цей девайс, який називається I trapac. Ну, для нас він звучит, він звучит як капак, але насправді це не капак. это наступное поколение девайсов для стриминга. Как вы видите, я сейчас нормально держу в руках телефон. И, ну, вы еще на трансляции не видите, вы сейчас будете видеть, что те, что я вижу, также могут видеть сотни, там, десятки тысяч глядачей. Если я приходу с друзьями на тот самый Майдан, и я хочу вот так вот стояти біля них и дивиться в обличчя Беркуту, когда Беркут или тетушки идут до нас, мы держимся и не пропускаем их. Вот, когда идут тетушки и нас бьют, мы можем просто... Вот, держи микрофон. Через хвилину вы увидите, как это есть. Мы можем просто, как в Half-Life или в боевиках, побачить, что мы реально надавали ему по мордам, а не пристрелили там, что на кастеляли. Дивиться за хвилину на этом экране. Мы можем просто піти с друзьями, тихо, спокойно, без какого-то застосования силы, и попить пиво. Тримай. Попити пиво, и потом показать, как мы пьем пиво, и чтобы другие друзья также увидели, и потом выкинули эту непотребную пляшку в мусор. АПЛОДИСМЕНТЫ Причому данный девайс... Да, данный девайс не нужно использовать суто в журналистской тематике. Это может быть любой активист, который создает баррагаду. И, соответственно, люди видят, чьими руками строятся и как строятся эти баррикады. Ну, короче, купа для использования. Ну, сейчас у меня тут установлен просто деревеный лихтарик. Он достаточно тяжелый. Идеально сюда ставить что-то компактнейшее, которое делает не просто точковое светлое. А вон, до речи, здесь тетушку видно. Так, яга, так, априкот ему делай. Раз, два. Теперь ногой. О, бачите, втек. До речи, по играм дополненной реальности. Если раньше нужно было просто играть в игры дополненной реальности, тут есть вбудованный чат, и вы можете журналісту сразу сказать «Пиди туда, пострим там». А если уже началась реальная заварушка, можно сказать «Давай, априкот там, слева, справа там». И сразу ты это видишь. И не нужно в что-то играть, когда можно сразу скерувати человеку, сделать правильные действия, или перейти в другую локацию. Взять из себя частью олимпийского кола, пофарбованного в черный холлер, или в другой какой-то. Ну, я ничего не до кого не закликаю, но погодьтесь, это прикольно. АПЛОДИСМЕНТЫ Я зараз не могу стримати по старому формату, через то, что я маю пошкоджену руку, яка была пошкоджена на Грушевского 19-го. Но, маючи такий девайс, я могу запросто вилезти на дерево, на стоп, или на какую-то стіну, и продолжать транслювать, навіть идучи праворуч-леворуч, маючи вбудовану в голову акселерометр, который, ну, не акселерометр, как он называется, при моем мове, измените вашу, чтобы все равно не заваленный горизонт. Ну, короче, идея в том, чтобы подать этот девайс на кикстартер, чтобы люди могли трошки где помогти, и потом, чтобы этот девайс можно было, або, если будет достаточно по тысячам кількостей замовлений, сразу наклепать его в Китае, и попросить им цена забезпечить всех желающих, або просто раздавать макеты, чтобы люди могли делать это. До речи, я его сделал тут на кухне, вы могли бачить за полгода до конца завершения реестрации. Кому треба какие-то технические детали, будь ласка, звертайтесь, сейчас использованы, раз, два, два, паперовые стеканчики, раз, два, три, шесть стяжек, два офисных, три офисных, цих, как они называются, скрепки. Ага, и это же не просто айкл пак, это пак. Також я маю подъеднанный, вот тут зверху видно, шнурок, и шнурок иде в банку. Можете подивитись на Богдану, я зараз її підсвятив, у неї опидві руки зайняті. Бачите, в одній руці в неї телефон, в іншій руці в неї банка. От погодьтесь, стримати так, досить незручно, коли треба когось там расштовхати, пропустить пресу, або там обережно фарба, або там еще что-то. Так, час. Ну короче, робимо різні прикольні девайси, ходимо стримами, чтобы все это было прикольно, медийно и весело. Для всех. А, питання? Да, вопрос. Вот если ваш калпак обернется хорошим, качественным упаковкам, сделает, ну такой же не прототип, а готовый продукт, то он будет очень похож на Гоупро. Почему так сейчас? Он будет очень похож на Гоупро, но это не будет Гоупро за минимум 2 тысячи гривен, это будет уже готовый телефон, что самое главное, который уже есть, как минули раз просили подняти руки у кольких тут процентов из народа. Это уже сразу будет, если у вас есть банк, ну короче, если это просто Гоупро, батарейки вам вистачить на 40-50 хв. Если это Гугл Глаз, батарейки вистачить на 30 хв. Можете такой айкалпак и такую баночку на 12 тысяч, вам вистачить, как минимум, на 4 години жесткой трансляции, когда вы сможете делать там красивые пары руками, бегать, текать, и не обмеживать себе взагалі ни в чём. Вот. Это отличается от Гоупро и других 20. Третье, Гоупро нужно чеплять на специальный шлом, если так стримать, и он также коштует гроши, и он немного более стрёмный, чем те шломы, которые на Майдане. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ После 16 числа – нет. Дыхать тоже незаконно, особенно воротом. А вы смотрите на меня очень долго. Вам грозит 4 года тюрьмы или 5 года выправных работ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А? Пилёнка. Пилёнка, да. А хиба с Гоупро можно стримать? Гоупро можно. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Насики батарейки выстачали? Сорок минут, так как ты сказал. Сычал. Так, насики. Так, на сорок выньте надольше? Ну, надалее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АТО. Дальше я его потрогаю. Ну, он вон, він включил Гоупро. АПЛОДИСМЕНТЫ Шановні глядачі, ви бачите Гоупро на штативі. Отак воно виглядає. Як ви бачите, обидві руки знову ж таки занять. АПЛЮС цього Гоупро, що ви можете наваляти комусь за півтора метра від вас оцим чудовим телескопічним штативом. А якщо на Гоупро повісять гантелю або банку на 25 або на 50 тисяч, це взагалі буде ідеальний варіант. А краще вішати крюки. Гарпун, до речі, з сильною сталькою був би теж гарним варіантом. Відразу на голову? А, тіпа... Крюк на голову. А ціна? Ну, ціна залежить на люб'якості. Ти можеш, щоб таку, не знаю, кількість АПЛ обезпечити? Я можу з алюмінію порізати. Стрим, стульчик. Ну, в даному випадку в мене зараз вартість оцеї лабуди в районі, щоб не збрехати, разом із стяжками і цими кріпленнями. А ці офісні штучки до пяти гривень. Сергій? До пяти гривень. Зараз, я останню дороблю, але останню. Дякую. Ну, а второй вопрос. Как ви думаєте... Всем хорошо видно, да? Честно говоря, вы сами не знаем, что может быть общего. Но, к примеру, хотя бы бой, хотя бы все они любят Достоевского, как возможный вариант. Но, согласитесь, вряд ли они могут узнать в реальной жизни, что у них общий интерес. И, тем более, вряд ли они встретятся в реальной жизни, чтобы обсудить или пообщаться на эту тему. У нас, как известно, почти 2,5 миллиарда юзеров в глобальной сети в расстоянии клика друг от друга. У каждого из нас от сотни до, ну, сам, практически, до тысяч френдов в социальных сетях. Но общаемся мы лишь с единицами, потому что мы понятия не имеем, чем интересуются и живут. другие люди. Это очень сложно выяснить и вычленить общие интересы у нас с ними. И вот, после прочтения замечательной книги «Never Eat Alone», читайте, друзья, это очень полезно, совершенно хорошая идея приходила. У нее возникла хорошая идея, как решить проблему дефицита общения, как базовой, базовой потребности, неестественной потребности человека, который вот так определён сейчас, казалось бы, в окружении стольких людей. Рекурсия. Бачь на том экране. Во время еды. Кстати, человек в среднем проводит во время еды, просто кушая пять лет своей жизни. И вот как же можно, кушая, проводить жизнь на много-много интересней? Об этом дальше. В среднем каждый человек проводит в месяц 20-30 своих часов за обедом. Да, имена так много. А теперь представьте, что каждый из вас в это время смог бы познакомиться с 10 классными, реальными, интересными для вас людьми. Представили? Имена это и помогает нам делать наш проект. Проект актуален именно сейчас. И вот почему. Первое. Мы помогаем людям преодолеть свою естественную скромность и природное смущение. Давайте признаемся себе, что в каждом из нас это хоть немножечко, но всё-таки есть. Мы помогаем в реальной жизни встретиться людям с общими интересами. Второе. Смарт-толкс помогает развеять социальные шаблоны и стереотипы. Давайте признаемся себе, что и это в каждом из нас немножечко, но тоже всё-таки есть. Мы помогаем также людям, пользователям интернета выйти из мира, вступать из гипер-реального, живого общения. А самое главное общение, которое интересно для них. То есть на глобальном уровне мы помогаем возродить культуру живого общения нехватка, которая так уж и сильно чувствуется именно сейчас. И как именно мы это делаем, расскажет Давид и Дима. У кого есть переходник? Люди с переходниками. Жди мяй. Жди мяй в га. Проверим. А? Всё проверим. Но не там интерс, что вижу. Уже МП свечи трошки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Попадаем на страницу, в которой подтягивается имя Александр. Можем вбить этого сначала «нет» и вбиваем свои интересы в виде тегов. Например, «руи». Да, «enter». Вбиваем 5, 10, 20 своих интересов. Идем дальше. Можем прокручивать, да? Не получается. Прекрасно. Собственно, там довольно важная информация. Идея есть? Собственно, можно сказать во слово «себе», написать и выбрать период времени, в который обычно человек ест. Например, утром завтракает с 8 до 10 утра, обедает с 12 до часа или с часа до дня. И средний бюджет в какой-то валюте, сколько человек готов потратить за обед. На карте можно выбрать, поставить точки, конкретные места, где обычно я ем. И они отобразятся на моей странице. Приходим на главную страницу. После этого, после того, как мы вбили свои интересы, например, 10 интересов, я вижу список людей в моем городе, у которых есть пресечение со мной по интересам. Например, UX-дизайн, живопись, психология. Юрий. Я нажимаю на Юрия, вижу места, где он кушает, время, он выбрал время, которое обычно он ест. Если Юрий мне интересен, я нажимаю «Интересный собеседник», ему входит нотификация. Если я интересен ему взаимно, он отвечает взаимностью. Таким образом, мы можем встретиться. Перейди, пожалуйста, еще раз назад на главную страницу. Собственно, мы не успели тут. Прямо отсюда же можно добавлять людей. Например, добавить себе 10-20 человек и просто ждать от них ответа. Мы все равно обедаем, все равно завтракаем. Это можно сделать намного интереснее. Спасибо. Почему я спросил? Когда вы это делаете раз в месяц, два раза в месяц, это интересно. Кто-то хотел бы из вас иметь место, где вы это можете делать постоянно? Да. Квартира в Кеве. Квартира в Кеве. Окей, а почему я? Мы где-то года полтора назад, у меня такую же потребность, сделали такое место. Называется Africa Space. Мы там свободное время тусуемся, что-то ходим, что-то паяем, делаем какие-то схемы. Ребята сделали там 3D-принтеры, чеку-станок, можно это прийти посмотреть, например. И занимаемся этим таким социально-образовательным штуком. Если кто-то, например, всегда хотел попробовать паять, я не знаю, как паять паяльник, или у него не было паяльника, он может тоже прийти, попробовать испаять свой первый LED-клубик, там, из 9 светодиодов, или чего-то подобного. Или, например, перед Новым годом мы сделали такой ивент, делали своими руками елку, из мусора. Мы зашли на компанию, которая занимается наружной рекламой, поговорили с ними, зашли к ним на мусорку, набрали кучу-кучу использованного уже акрила, насверлили в нем дырочек, насставляли туда светодиодов, и получилось очень классное елку. Поэтому, если кто-то заинтересовался, подходите, я расскажу поподробнее. Спасибо. Теперь у нас пока небольшой перелив, покажите, если решается, и мы собираемся потом на результаты. Да, мне там еще понравилось, вот, обрагинка, по-моему, там, ну и там нет, на самом деле здесь с Хакерспейса, вот, Сережа с Хакерспейса, Ант с Хакерспейса, я, вот, ребята мои с, тоже там. Постоянно какие-то проекты есть железные, плюс очень много всякого, того же самого ГЭМа. Так, поэтому, приходи, заходи в гости, у нас как раз сейчас такой рейт. Давай, давай вот так, вот, снизу. Супер. Вот, добавляйся, то есть, приходи, в жазку. Сега с ним интернетом мы еще разкручиваемся, мы лабораторию только поднимаем, в интернете. То есть, у нас сейчас, у нас было, я сейчас, у нас было все глобально. Я, ну, я видел, ну, читал про, ну, помещение, что-то типа часописа, вот, но там было более, скажем так, там у них были более лояльные условия, вот, и они через, не знаю, через полгода они закрылись, там нет места. Не, ну, часописа такая штука, яку ты приходишь, например, посидеть и уделиться, грубо говоря, ты просто приходишь, там, где есть интернет, и ты с ними, там, можешь сам по себе поработать. А то слишком в том, что там были лечки. Не, я разумею. Я же сам по себе поработать, я общаюсь, я общаюсь. Ну, у тебя есть по себе, нет? Нет, у меня даже не кто. Ну, вот, короче, вот, есть такие сегменты, да, где-то, где-то, где-то приходят, и колбасы, когда-то, где-то, где-то, где-то. Не, ну, не, на самом деле, прикольно, это просто интересно, потому что я... То есть, смотри, если брать с сайлусом, то ты же спереди. Не, 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 я бы не знаю, это просто не хранат, если бы просто выясни, но ты приходишь, делаешь, не грейся. Не, на самом деле, поддержка. Рассказывай, наверное, поддержку. ВИТА СЕМЕРЕНТО, первый бронзовый медаль. ВИТАЕМ УКРАИНУ ВИТАЕМ УКРАИНУ ВИТА СЕМЕРЕНТО, ЛОООО Антон, она справедливая какая-то крута конечно. Ты правильно на КІНТ-СТАРТУ будешь? Я хочу податись. А что там внутри стаканчика? Там. ТУГОФОН. Там какая-то вот такая штука другая ютуб exists. То тут? Ну это лихтарик стоит. Вот это? Нет, нет, внутри нет. Ну, смотрите, какие стаканчики. Сейчас, секундочку, установленные глядачи, я немного демонтую, чтобы понимать что-то. Ну, интересно, просто вот эта вот кришка. А, это один стаканчик, вот это второй стаканчик, вот это третий стаканчик. А, но другого стаканчика. Ой, извините. З вектарок, он реально такой тяжкий, это просто жесть. Ого, а легче, можно ли сюда? Я хочу легенький сюда сделать, чтобы легенький можно было вставлять, вот сюда, в этот. Чтобы оно светило. Ну, або с телефона... С микрофоном, да? Нет, это просто лектарик. У меня такой буф из Майдана, я же на Майдане тусил. Поэтому я его использовал, как этот. Ну, ты молодец. Я слідкую за твоими там новинами, как ты там на Грошевську, потожабы там у тебя такие классные. Так, а ты сейчас девка, да? Сейчас я в СПИЛЬНО ТВ. А, в СПИЛЬНО ТВ? В ВИАСах. Ну, в ВИАСах. Ну, в ВИАСах. Ну, в ВИАСах. Мы живы тогда и имеем теперечные проблемы. Теперь нужно уже добиться. В 2004 году ты мечтал? Нет, в 2000 году была «Украина без кучмы». Ага. Через то, что я не доробил на Украине без кучмы до конца, вот и все. Начался в 2004 году. Как ты в тебе персонализованно все происходит. Да. Но это, наверное, так было возможно. Ну, будем сподеваться. Как тебе наш проект? Прикольно. Ну, видно. Мы просто размешали. Может ли реально потребность с жизнью? Ну, можно было, звичайно, там. Ну, просто у каждого своя. Тут так легальная проблема была, что действительно людина в лекарне дала какую-то бумажку. Я пошла вниз на первую порогу. Там одна аптека на всю лекарню. Ну, так, так. И я купила лекарню, там, скупила 7 рублей на 300. А потом все, кто в интернете зайшли, переверили, а эти лекарни стоят в полтора раза кишечку. Ну, я так понимаю, что там в сумме вийшло 100, ну, максимум 120. Ну, там не прижать навіть. Я, в принципе, то, что мы с этим еще есть. Ну, мы еще 300 и 120. Все-таки. Но есть много других денег из бабушки, из деда Синька. Просто людей социально слабких, скажем так. Просто жаркие люди все. Ну, и плюс все самое, что, знаешь, там переводим из этих разных палат. В одну палату переводится, а никто не знает. Пришел в ту палату, там него уже немае. А куди вперед? А там все си. Там все зарозгодило там, что можно. Ну, сестра просто перенещает, перетягивает пациента, в ту палату. Ну, так. Здесь еще одно, еще. Сейчас такая проблема, как врачебная ошибка. Иногда врачи, если они поступают, они ее допускают, они переделывают носки социальной болезни. Они просто переписали. И все. И этого никто не переделывает. Ну, так. Да, да, да. Знаете? Ну, так. У меня мама тоже телефонила. Ну, так. То есть, нет необходимости писать Android приложение, iOS приложение. Ну, так. Все через вывод. Ну, и плюс, конечно, цена так же. Там не можно... Ну, это же подивилися. Ну, поскольку я не программер, я юрист, тому я дослеживала питание там, кто уже это управляет, сколько это стоит. И по машинам там... Ну, чтобы просто установить на эту систему, треба 900$, потом 150$ за обслуговование чем-либо. То есть, что... Человек. Но просто, ну, скажем так, тысячу долларов просто так взяти, отстегнути. Звичайная лекарня. Ну, и даже не звичайная лекарня, а все эти медические центры. Они то... Я понимаю, они хотят на это выделить, но это важно, чтобы это дешевше и якость. А там, я же говорю, это... Там, где-то, там, что галочки какие-то... То есть, там, не смартформы, но когда ты там одну заполнив, значит, другое нужно заполнять, потому что оно приспакивает, да, появляется информация. А просто... Ну, и вообще парадигма, в любом случае, потому что там информация, она все связана. Ну, да. Она тематически свинкована. А в этих приложениях это сушиат, это формы. Они... А информация там не связана вообще. Там нет понятия ссылки, как это вы. Потому что ссылка, это вообще связано, связанность. Это семантик. И она... Именно вот это, она дает, это все, это магия. Магия в этом. Можно поэтому следить. А сейчас, знаешь, что самое главное? Что вы члите за эти камни? Ну, то есть, там было питание с приводом этих персональных данных, которые вычеркивали от нее. Молодая девушка, она не задавалась в зале. Так она не является с этого, с медицинского какого-то центра, и она, ну, это очень интересно. Потому что, ну, реализация, что сам клиент имеет доступ к своей истории, который делает. Ну, я же скажу, такого не мало. Все, что сейчас вы сделаете. Ну, там просто это, что, это, что, а не все все цикавенны, показывают, что это не было. Потому что, как я уже сказала, английский, это расчерпнули ошибку, это не было. Это не было. Потому что, как юрист, у меня есть знакомые, которые занимаются медициной с правой. И там, вот, имовірно же довести, что, ну, имовірно же довести, что, осталось медицинской пассивной помилкой. Но, отсутствие, это требует. Або, вот, есть документы, которые все равно, ну, они будут на благо фальсифицироваться, вы сможете за документами довести. Но, по сути, пациент не обязается. Например, есть роды, у нас такие дни, которые занимаются рожей, это не зависит от живой, но нам нужно довести то, что, сегодня, когда реально себя привел лекарь, нереально. То есть, нет, вообще, никаких способов. А так просто, например, если, например, никто не знает, что они вели там какую-то эту капельницу. А так, они все капельницы, там, вот, сестри, вот эти капельницы, там, они все обликовывают. Например, человек может свидетельствовать, какие лекарства ведутся его дружины, ну, это больше контроль, все-таки. Ну, я верю, что да, может быть, скажут, что да, это еще рано, но все равно в будущем будет за тем, что каждый человек имеет право знать, засыпать свою здоровь, что с ней, как она, у меня 5. Ну, очень. Ага, что я еще побегаю по-иншим, только что я-то говорю, ага, счастливо, у меня 5. У меня 5. Продолжение следует... 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 Я думаю, что у вас что-то серьезно забудется на спине ТВ. Дякую. А все, кто здесь, пожалуйста, давай на сцену с фотографируем. И спасибо большое. Давай в следующий раз увидимся еще раз. Окей? Спасибо команду СССР, Регина, наша королева, которые вошли на сцену с фотографируем. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Всего наикращего.